Ой, так, Олег, вы перебиваете. Да, здрасте, долго не звонили, волновался. Привет, привет, Олег. Привет, привет, Баблоин и Максим Курников. Да, привет, да, я уже предупрежден, да, очень рад. Вы себя приватизировали, да. Отлично, спасибо. Слушай, вот мы разговаривали, по-моему, две недели назад с тобой где-то, и ты говорил, что русский человек не должен критиковать права российского государства, ну, приблизительно. Получается, что на этой неделе... Нет, за последние две недели, Олег, нам, получается, не о чем будет говорить, потому что за прошедшие две недели российское государство столько всего понаделало... Подождите, подождите, подождите. Смотрите, во-первых, я говорил, что русский человек не должен солидаризироваться с теми, кто извне воюет, ну, там, образно воюет с Россией, в данном случае с властями Великобритании. Но второй момент, который хочу уже, как бы, заново развить, русский человек, наверное, не может быть большим патриотом, большим государственником, прости господи, чем российские власти. И если российские власти, как в случае с интервью Симоньян и этим интервью прекрасным, берут на себя ответственность... Языка просто схватил меня. Берут на себя ответственность за Скрипалей, ну, что поделаешь? Ну, ладно, окей, мы видим их провал, ладно, стоит только тоже... Ты получил удовольствие, когда смотрел это интервью, или ты его вообще не смотрел? Нет, я его смотрел, конечно же, более того, с Маргаритой Симоньян меня связывают, не знаю, многолетние напряженные отношения, наверное, взаимные. Конфликт интересов предупреждаемый. Да, нет, 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 на самом деле не конфликт интересов, просто, ну, я никогда не думал, что за нее мне может быть неловко, да? Вот, но мне было неловко, первая реакция, а вторая, поскольку я все-таки понимаю, что она, там, один из крупнейших профессионалов российских медиа, да, то есть, действительно, человек довольно крутой, создатель, действительно, ставший великой этой компанией, да, я не верю, что она могла так ненарочно себя провести. И почему она вела себя так нарочно, почему она, собственно, всеми, там, репликами, жестами всем на свете показывала, что это они, что это, собственно, они отравили Скрипаля. Я не понимаю, вижу в этом заговор, а заговоров я хоть и люблю о них говорить, но я боюсь, потому что так можно сойти с ума. А чей заговор, прости? Я выдвинул теорию, что, называю это словом «хунта», оно, конечно, не точное, но, наверное, не вся власть в России однородна, и есть люди, которые хотят буквально изоляции войны со всем миром, каким-либо холодной, чтобы, будучи окруженными этой стеной, с колючей проволокой, внутри страны творить свои делишки. Вот у меня буквально такое представление, потому что, извините, одной рукой власть улучшает свой имидж, имидж страны, проводит футбол, значит, и вообще всячески хочет, там, не знаю, либо мириться, либо хотя бы не получать новых санкций, а другой рукой демонстративно травит Скрипаля, потом показывает, да-да, это мы, вот, чтобы, типа, вообще все стало неисправимо в отношениях с внешним миром, ну, наверное, наверное, в этом есть какая-то логика. Олег, скажи, пожалуйста, а когда ты говоришь о том, что вот это они, правильно ли я понимаю, что тебе все ясно? В общем, российское государство не стесняет признаваться? После интервью, после интервью, действительно, все ясно. Сомнения отпали, которые у меня были, действительно, довольно сильные. Вот, но интервью не оставляет никакого шанса этим сомнениям. А вот эта хунта, она из кого состоит? И входит в нее, ну, самое главное, входит ли в эту хунту, как ты ее называешь, Владимир Путин? Или это какая-то хунта, которая влияет на Владимира Путина, скорее? Ну, слушайте, я подписываю вас в разговоры о плохих боярах и добром шаре, но как, Путин парит над всеми, да, опять же, насколько можно себе представить Путин, это такой человек, увлеченный уже, не знаю, чем своей ролью в мировой истории, своим, очевидно, физическим здоровьем, там, не знаю, гулянием по тайге, шайгу, с чем угодно, да, но есть какие-то мрачные, суровые люди во власти со спецслужбистским опытом, очевидно, там, не знаю, можно назвать Патрушева, Бортникова, не знаю, ну, каких-то таких людей, вот типажно, да, вот, которые сами вдвоем, да, Патрушев Бортников могли тоже быть помоложе, поехать в Солсбери и искать собор, да, допустим, вот, поэтому, да, я думаю, как бы Путин не член хунты, и это просто вот одна из фракций, такая радикальная в высшей российской власти, я думаю, так. Хорошо, ладно, знаешь, тогда не можем обойти вторую историю, которая буквально бок о бок шла, я не знаю, кто тут посоревнуется за звание, не знаю, истории недели, наверное, про Золотова и Навального. Да, ну, как бы вот, когда появился Золотов, да, неделю назад, было ощущение, что вот это то, что ничем не перебьешь, да, вот такая, как бы, дикая медийная ситуация, да, которую, там, будем обсуждать еще месяц. Потом оказалось, что есть вещи посильнее Фауста Золотова, как говорится, вот, и действительно пошел-пошел такой, как сказал вот мой товарищ Илья Васильев, мне нравится это выражение, неделя национального позора, да, потому что, ну, куда уж дальше. Да, про Золотова прикольно, но тоже, на самом деле, поскольку у вас в эфире Ксения Собчак так деликатно опровергала мою... Вот как раз, да, это очень интересно понять. Что за разговор у вас был с Ксенией Собчаком, может быть, вы его неправильно поняли или что? Я просто напомню тем слушателям, которые могут быть не в курсе, вы написали, что одна известная журналистка, все подумали, на Ксению Собчак, о том, что Золотов бы давно разобрался с Навальным, если бы он не был человеком Бортникова. Да, да просто, заметьте, да, был эфир Ксении на эхе, конечно, его прослушал с удовольствием. Максим сидел с ним, кстати, в эфире. Вот, и она не отрицает факты разговора, она говорит, мало ли, о чем я разговариваю со своими друзьями на кухне. И как они потом перевирают, и как они потом перевирают. Да, 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 да. Но это уже как бы после «но», а после «но» можно отбросить, потому что первое слово сказано. Нет, здесь такая действительно неловкая ситуация, поскольку получается, что я пересказываю частный разговор, но меня, как мне кажется, слегка, да, я, конечно, балансируешься на грани какой-то этики, меня слегка извиняют то, что Ксения сама такая, да, были истории, когда она разоблачала гиф. Отмазался, так отмазался, конечно. Да, 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 да. Вот. Поэтому, конечно, я не могу там в суде доказать факт разговора, и тем более его содержание, да. И я призываю слушателей мне не верить. Но, в принципе, окей, представим, я все это нафантазировал. На каком основании я это нафантазировал? На таком основании, что, безусловно, я уверен, да, для Золотова и для многих очень во власти людей, а Навальный, безусловно, тот человек, за которым стоит какая-то сила, которого не получается побороть, да, потому что он действительно многолетние уже приключения неуязвимого, в общем, человека, которого там не сажают, пускали на выборы мэра и так далее, и так далее, вызывают, естественно, вопросы о... Послушай, ну, если бы хотели посадить, посадили бы же, ну, понятно тут. Если бы хотели посадить, посадили бы. Если бы хотели, прости господи, сами знаете что, тоже сделали бы сами знаете что. Безусловно, да. А вот, версия про Бортникова, ну, тоже мой товарищ, с которым мы работали на совете Кашемгуру, просто по поиску, по сайту Навального проверил слово Бортников, там было буквально три ссылки, все в нейтральном контексте, понимаете, как хотите. Вот, я не хочу, на самом деле, навязывать эту точку зрения, вот, и предлагаю относиться к ней чуть мягче, не в смысле, что, да, факт, Навальный человек Бортникова, а, да, многие люди, включая Золотова, считают Навального человека. А есть еще мнение, да, вот в такой рубрике. Да, есть еще мнение, и, на самом деле, само обращение Золотова тоже, я считаю, поскольку, Золотов, понятно, охранник Путина, понятно, влиятельный человек, да, близкий к телу на протяжении многих лет, все такое, да, но при этом он же, да, он же, руководитель самой молодой, и поэтому самой слабой российской силовой структуры. Вот, он же вынужден отвоевывать себе пространство для жизни. У кого отвоевывать? У старых силовиков, у старых силовых структур. У ФСБ, у МВД, прежде всего, который он уже, по-моему, съел, да, буквально, отобрав у него все серьезные его подразделения. И в этом смысле он, мне кажется, похожим на Виктора Черкесова, который 15 лет назад был таким же близким к Путину силовиком, которому дали новую силовую структуру, и он пытался воевать с другими силовиками, проиграл, да, проиграл в ФСБ, и тоже в финале пытался публично как-то себя вести. Вот эта статья про чекистский крюк, которая его и похоронила, собственно, да. И выступление Золотова с поправкой на стилистику, невероятную эту, конечно, это тоже такая же статья про чекистский трюк, которая на самом деле, конечно, обращена и не к Навальному, и не к нам с вами, не к нам с вами, а вот буквально к госбезопасности, которую он считает своим реальным оппонентом. Олег, скажи, пожалуйста, да, а вот большое количество расследований про ведомство Золотова, про злоупотребление, про финансовые, ну, про большие переплаты, да, за заказы, на твой взгляд, это ответка журналистов и активистов за ФБК, за такое публичное обращение? Это собеседник или ФБК? Да и собеседник в том числе, не только собеседник, да, но и собеседник в том числе, а и новая газета тоже, да, писала о Золотове. Да, да, да. Или, или, это ответка как раз каких-то силовиков, которым не нравится, что Золотов отъедает у них поляну. Ну, здесь, я думаю, 50 на 50, то есть я ни в коем случае не готов отрицать существование журналистов, искренне озабоченных проблемой коррупции, искренне желающих ее разоблачить. Но, извините, это закупка морковки, да, вы думаете, что из десятка российских силовых структур в одной морковку закупают нечестно, а в девяти других закупают честно. Нет, безусловно, Росгвардия типичная в этом смысле силовая структура, и сделайте такое расследование про ФСБ, допустим, да, тот же собеседник как раз делает про ФСО, причем там есть какие-то смешные тексты о том, как закупают какое-то нижнее белье женское, там еще что-то, вот опять же, все читаем, да, а делать вид, опять же, как делали вид год назад, что главный вор это Медведев, ну, тоже дикость какая-то на самом деле, да, так сегодня делать вид, что самая ворующая на морковке контора это Росгвардия, ну, по-моему, смешно. Ну, а там они сравнивают, кстати говоря, с закупочными ценами, по крайней мере, Министерство обороны точно, и Министерство обороны закупает дешевле, по крайней мере, там, одежду и прочее. Министерство обороны, между прочим, навел в нем порядок в свое время, ненавидимый почему-то всеми Сердюков, в этом смысле, да, в антикоррупционном тоже, и просто, опять же, вот, другие силовики еще не знали своего Сердюкова, не знали своих аудиторов, поэтому, я думаю, все впереди в этом смысле. Пока мы далеко не ушли от Петрова, Баширова и Золотова, мы с Ириной, сейчас, вот, знаешь, как ангелы черт сядем на разные плечи, и потому что у нас очень разные мнения по этому поводу. Это Петр Верзилов. Так. На твой взгляд. Да, да. Там произошло какое-то очередное, скажем так, преступление против человечества. Или это просто нагнетание такое? Уже и со стороны... Вот вы знаете, опять же, вы очень правильно сели на мои оба плеча, потому что я сам, как бы, всю эту неделю провел вот в диалоге с этими плечами. Вот мы с Ириной, да, даже вот перед эфиром не понимали, как, с какой стороны. Подзорили. Вот, да, и первая моя реакция тоже была, ну, мы знаем Петю, да, это действительно, там, старый панк, он может, там, есть что угодно, пить что угодно. Я даже однажды, причем тоже такая литературная фигура, наверное, когда был спор вот еще про адвокатов, да, какие они были, пусть сирает адвокаты довольно дурацкие, если помним, да, я писал, почему так возникло, и приводил такой пример, да, что однажды мы с Петей встречались, а до этого у меня была встреча в том же кафе с другим моим товарищем, и товарищ не допил свой чай, там, не знаю, вот в этом чае плавает его слюна, как бы, не знаю, там, сопли, все. Пришел Петя и спокойно допивает эту чашку, не глядя, да, а я подумал, блин, насколько он небрезглив, какой он панк, и дальше писал я, вот так же и с адвокатами тоже, вот он проявил такой же подход. Вот, и в принципе, да, у меня была первая реакция, ну, мало ли что, мало ли там, не знаю, что съел, мало ли, такое покушение, да, то есть мы всегда, мы тоже есть такой стандартный набор, кому он нужен, там, власти это невыгодно, и так далее, и так далее. Хотя, на самом деле, никто никому не нужен. Хотя последние события показывают, что все наоборот. Да, 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 понимаете? Вот, но потом по мере и того, насколько это становилось серьезно, да, насколько там он, там, глох, слеп и так далее, в первые дни после случившегося, потом признание немецкими врачами, что да, был какой-то препарат, непонятно какой, ну, как бы, собственно, вот... Ну, собственно, вот это и говорит о том, что это непонятно что, какой-то препарат, а какое-то отравление, ничего точно, ничего сказать не может. Да, меня на самом деле, поскольку, опять же, я уже сегодня говорил, что я не конспиролог, на самом деле, очень насторожила история, собственно, с тем, что предшествовало отравлению, когда, в общем, в связи с надуманным, да, и непонятным, бессмысленным арестом двухдневной девушки Петра, Никульшиной Вероники, по-моему, да, он был в течение двух дней привязан к басманному суду, и вчера на медиазоне хронология его последних двух дней перед отравлением, он всегда ходил в одно и то же кафе, находился постоянно на виду, и, в принципе, да, поскольку тоже Петя такой человек, как Ртуть, он может возникать где угодно, его невозможно поймать, а тут его два дня просто держали на привязи, по сути, да, вот, и представить, если действительно это вот заговор с целью его отравления, то получается арест девушки это часть заговора, да, и, значит, те люди, которые пытались его убить, в принципе, что возможно, да, ну, вероятность, окей, 5%, что пытались убить, но если есть даже там 0,1%, надо ее учитывать, и те люди, которые пытались его убить, у них есть ресурс, чтобы задержать человека, отправить его в ВВД, отправить его в суд, что это за люди, вот, давайте думать, интересный вопрос. И вот интересно, кому ты веришь здесь больше, условному Пете или государству? Я здесь верю, безусловно, друзьям и знакомым Пете, прежде всего, медиазоне, которая, как бы, собственно, его СМИ, более того, я прекрасно понимаю, что исчезновение Пети, любое, наносит удар по медиазоне, не будет Пети, не будет медиазоны, и, значит, мы обеднеем и медийное, и культурное, и как угодно, и поэтому здесь как раз тоже очень важный момент, и медиазона, как раз изложив всю эту историю, опоминутно, во многом убедила меня, что, по крайней мере, возможность отравления очень велика. Если, да, опять же, заканчивать эту историю с Петром Верзиловым, насколько, как ты думаешь, эта история повлияет вообще на дальнейшую ситуацию? Насколько каждый теперь должен оглядываться? Насколько ты в Лондоне должен оглядываться? Насколько, то есть, Петя не был фигурой, правда? Это, ну, даже не Немцов, ну, и не любой другой, он не политик. Ну, про Немцова тоже говорили, кому он нужен, да, то есть, и я сам... Именно поэтому я сказал «да же», а потом осёкся. «Петя в эфире «Дождя», да, 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 там вот вы уже, типа, пенсия, да, валите и так далее, то есть, как бы, относился к нему, как к какому-то вот человеку, ненужному по позиции современной, чего уж там. Поэтому, да, вот все эти разговоры, там, это невыгодно, кому он нужен, но это, правда, не столько уже раз их ведут, и каждый раз оказывается, что нет, на самом деле, все кому-то нужны. Ну, тоже я, опять же, пошловато, конечно, но я сравнился со своим покушением, это я тоже, в общем, человек довольно мелкий, да, и поводом был комментарий в ЖЖ, ну, казалось бы, да, чуть не убили. Но суд еще не установил, ну, слушайте, все установили. Олег, как раз об этом наш следующий вопрос, потому что вышел доклад, да, который утверждает, что с 2014 по 2018 год в России увеличивается количество нападений на активистов, журналистов, политиков и так далее. Ты, как специалист, в общем-то, по этому вопросу, ты это фиксируешь, ты фиксируешь это напряжение в этой сфере? Глядя из Лондона, глядя из Лондона, да? Да, на самом деле, вот тоже, глядя из Лондона, года полтора назад была волна в Петербурге немотивированных нападений, которые фонтанка связывала с Пригодиной, между прочим, да, когда именно каких-то рядовых членов пабликов, там, ВКонтакте, Фейсбука и так далее, оппозиционных, выслеживали, сжигали машины, на самих нападали и так далее. Или была история про мужа Любы Соболь, про издателя журнала про кладбищенский бизнес. Олег, если можно, что-то с микрофоном происходит, он как-то очень... Да, что-то он отвалился. Вот так. Была история с мужем Любы Соболь, издателем журнала про кладбища, да, про кладбищенские всякие штучки, а его поймали у подъезда, сделали ему укол, да, после которого он там был без сознания какое-то время, то есть какие-то такие вещи регулярно есть, да, конечно, вот этот уровень растет, но тоже он растет с телом, и выделять даже активистов, журналистами тоже бы не стал, просто гражданам становится опаснее регулярно, наверное, вот, но как бы общий уровень насилия всегда был высок, почему же там. То есть тебе кажется, это цифры не отражают ситуацию, или что? Я не знаю, насколько они просто выросли, еще раз хочу сказать, что... Мы просто вот буквально в прошлой части говорили с представителем Агоры, он говорил, что если там в 14-м году таких нападений фиксировалось, там около двух десятков, да, в 15-м году более трех десятков. В 15-м году 35, в 17-м 77, а значит, сейчас более 80. За неполный год. Вот тоже, понимаете, кстати говоря, вернусь к Верзилову и к своему высказыванию, о нем я заглавил текст, о нем под выражением «Почему это важно?» А это такая давняя штучка, да, опять же, медийная, когда то, что все считают неважным, нужно назвать важным, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Может быть, действительно, цифры стали больше, но согласитесь, что вот на уровне разговоров, да, на уровне там ощущений не стали больше говорить, а вот нападают, а вот это. Как-то все это стало рутиной, наверное, вот в таком духе. Ты знаешь, вот как раз мы об этом говорили, и эксперт, который был у нас по телефону, он говорил о том, что огромное количество случаев в регионах, о которых как раз не говорят. И Чечня, например, это не тот регион, где лидеры по таким нападениям. Ну почему-то в первую очередь приходит в голову Чечня, что там давно... А на самом деле нет. Факты нет. Чечня самая спокойная, она уже давно накрыта этим мрамором, да, кадыровских мечетей, и в этом смысле... Но это практически как Северная Корея. Да, разумеется, про Чечню вопросов нет. Да, конечно, конечно, регионы, более того, вот тоже, я не знаю, сходит ли это в ваш радар, история, правда, не про физическое, как раз вот нападение каких-то хулиганов с битами, да, про полицию, непонятную полицию, поскольку это было какое-то силовое ведомство в масках, никто не знает какое, нападение на форум Кавки и Орлов в Калининграде. Так. Знаете ли вы, когда... Там регулярно, к сожалению, да. Так вот, смотрите, именно когда я там выступал, туда приходили такие, условно говоря, казаки, непонятно кто, но там был как бы казачий как бы рядом лагерь, пришли, стали орать, пытались там что-то сорвать и так далее. Вот это типа гражданское общество. Сейчас туда уже приходят люди с камуфляжей в масках и под видом борьбы с наркотиками задерживают рандомных посетителей форума. То есть как бы вот уровень растет и тоже я примерно понимаю, как это устроено. Наверное, поскольку форум проводит Transparency International, Москва дает установку, что вот иностранные агенты это плохо, и когда установка доезжает до региона, она уже теряет те тонкости и нюансы, к которым уже привыкли все в Москве, и местная там, не знаю, ГБУха, полиция, кто угодно, ведет себя грубо, ведет себя нагло, ведет себя цинично. То есть в этом смысле, конечно, есть какой-то лаг между Москвой, которая, как известно, похорошела при Сергею Семеновичу Собянине, и другими регионами, которые еще не похорошели при Сергею Семеновичу Собянине. Поэтому, конечно, в регионах будут бить чаще, безусловно. Каждому региону по Сергею Семеновичу Собянину. Ну, я намекаю на модный слух, что он будет преемником, и это будет новая перестройка. О, это наша отдельная тема с Ириной. Да, вот просто, если уж мы заговорили о какой-то такой истории, связанной с государством, с насилием и так далее, не могу не попросить прокомментировать цитату Бориса Кременчакова. Он дал интервью православию миру. Он сказал о том, что нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Россия прекрасна такая, какая есть. Примите это как данность. У нас никогда не будет справедливых, хороших, честных, благородных правителей. Вы знаете, поскольку, ну тоже, вот спросите меня, да, вот поставить вас двоих, поставить Венедиктова, поставить там, не знаю, Навального, Путина, Владимира Соловьева, кого угодно. На одну чашу веслов всех вместе, да, там миллион человек. На другую чашу веслов одного Бориса Гребенщикова, Гребенщиков для меня перевесит, да. Я состою из его песен, я им воспитан, как бы без него меня нет. Поэтому, если он так говорит, значит так и есть. И я рад, на самом деле, что поскольку общий лейтмотив моих комментариев в последние лет пять примерно такой же, да, занимайтесь собой, учите санскрит, не тратьте свою жизнь на бессмысленную борьбу политическую, да, то здесь я очень рад, что мы с ним так совпали. Конечно, БГ прав, БГ всегда прав, даже когда кажется, что неправда. Нет, честно говоря, звучит-то очень, очень страшно. Да почему нет, на самом деле, как очень страшно. Очень русофобский, если хотите. Бывает счастливый. Ну как русофобский, слушайте. Ну как, ну вот мы такой народ, мы не можем себе как-то приходить и выводить и нами. Мы прекрасный народ, Россия прекрасна, жизнь во многом прекрасна, как бы, да. Но если считать, да, что вот давайте ждать, когда Россия там, в Швецию приводили пример, ждать, когда Россия превратится в Швецию, лучше уезжайте в Швецию. Собственно, это, по-моему, тоже такая логика, которая при немножко другом акценте будет звучать, как вот такое тоже прокремлевское, хамское, не нравится в Али, да. Но в принципе, да, есть готовый мир, который можно выбрать. Хочешь жить в тоталитаризме, езжай в Северную Корею. Хочешь жить в свободе, езжай, не знаю, в Швецию, в Соединенные Штаты. Хочешь жить так, живи в России. Ну, собственно... Весь мир наш. Опять же, цитаты из него. У нас вот так и есть. Тем не менее, правильно ли я понимаю, что Олег Кашин следует за Борисом Гребенчаковым. Говорит, не надо ходить на выборы, не надо стараться что-то изменить. Просто принимайте Россию такой, какой есть. Олег Кашин говорит, да, не ходите на выборы, поскольку, ну, слушайте, какие выборы, про Приморье мы, конечно, еще поговорим. Поговорим в следующей части. Выборы сегодня, я напомню, 25 лет указа 1400, который закончил в России Горбачевскую демократию навсегда. Да, или, по крайней мере, там, на какие-то обозримые десятилетия. И выборы кончились ровно 25 лет назад. Серьез. Демократия. Да, на митинги ходите на здоровье, но тоже я одно время ходил на митинги, и вряд ли после них Россия как-то изменилась. Кому нравится, я думаю, это тоже нормально. Ты походишь на митинги, потом надоест, другие придут, будут ходить. Это тоже часть нынешней жизни, часть культуры. И всегда рад, когда меняется поколение митингующих. А так, ну, что-то меняется, что-то гуманизируется. Вот представить себе, как, кто же это был из МВД, или откуда, про заместительную терапию недавно заявил какой-то генерал. Из КИН, да, и все удивились. Ничего себе. То есть, вот уже там, спустя 25 лет борьбы, такой бескомпромиссной и тупой с наркотиками, да, власть вдруг поняла, что не все так просто. То есть, меняется. То есть, БГ вместе с Олегом Кашиным ошибаются. Почему нет? По чуть-чуть эволюционируют, да, и как бы, ну да, то есть, безусловно, 2020 год. Прервемся на новости и после новостей продолжим. Персонально ваш. Персонально ваш. 15.35 Максим Курников, Ирина Баблояна. Программа персонально ваша. Да, еще раз повторю, Олег Кашин. Олег, ты с нами? Да, я с вами, конечно. Мы уже, мы столько уже говорили о позоре, все даже неприлично становится, но вы заговорили в конце прошлой получасовки о выборах в Приморье, и по мне, это просто самый страшный позор, который касается, наверное, каждого человека. Олег, разве это позор наличия демократии второго тура? Разве это позор? Да, и наличие, собственно, гражданского общества, которое, как мы понимаем, победило, да, Очередная победа гражданского общества. Очередная, да, как мы всегда понимаем. На самом деле, как мне кажется, здесь интрига, которую вбросил первым ВБЛ, это издание, да, новое, на тему того, что так было запланировано, да, что голоса за Тарасенко вбрасывали не для того, чтобы он стал губернатором, а для того, чтобы отменить итоги выборов. И здесь как раз вот интересно, правда ли это. Это же констерология такая. Да, ну, собственно, куда же без нее, да? И на самом деле, вот для меня еще интересный такой косвенный момент, и я удивляюсь, почему об этом нет заголовков большими буквами. Кто был начальником штаба, Тарасенко? Ну, бывший руководитель МЧС. Да, федерального МЧС, которому, как мы читали в миллионах анонимных телеграм-каналов, грозит уголовное дело по коррупции, да, почему-то его отправили возглавляет штаб регионального губернатора, да, и это выглядит так, что вот окей, чувак, тебе грозит тюрьма, отработай, и тогда будешь сенатором, да, и вот он отрабатывал вопрос как, вопрос чего они добивались. Здесь на самом деле, вот возвращаясь к теории заговоров и к тому, что я говорил о Хунте, представьте, да, победа коммуниста Ищенко. Впервые за долгое время губернатором делается не тот человек, на которого ставила власть, и не тот человек, которого публично поддерживал Путин. И условно говоря, люди во власти, которые хотят какого-то ада, приходят к Путину и говорят, ну смотри, да, рушится твоя система политическая, давай наводить порядок, давай гайки закручивать, там, выборы вообще отменяем, границы закрываем, выключаем интернет, вводим смертную казнь. Почему нет? Легко представить. И в такой ситуации обычные кремлевские чиновники, да, лихорадочно вбрасывают голоса за Тарасенко, чтобы остановить этот ползучий переворот. Я легко такую... Ну это уж, да, а если говорить о чуть более реальных вещах, ну то есть понятно, что все может быть, но насколько, в принципе, тебе кажется понятна и логика, ну например, условно, как мы их называем, либеральных политиков, которые сначала говорят, а не надо ходить на такие выборы вообще, а потом говорят, а давайте защищать результаты этих выборов. А кто говорил, давайте защищать, поскольку все-таки Ищенко коммунисты, Ищенко за Путина, и вообще... И тем не менее, народ выбрал... Отмена итогов голосования, это все-таки действительно, если кроме шуток, победа гражданского общества или поражение, потому что, может быть, победой было бы признать победу Ищенко и закрыть вопрос. Так, это вопрос к тебе, а не к нам. Вопрос ко мне. Наверное, да, наверное, да, но действительно, мне кажется, что вот эта вся история с переголосованием была в той или иной мере целью, и тоже, я понимаю несовершенство такого рода конструкции, но все-таки, власть на полевом примере, буквально на местности, проверила, насколько велик майданный потенциал довольно активного по меркам России региона Приморья, да, потенциал оказался невелик, как мы понимаем, люди не особенно вышли на улицу, не потребовался московский ОМОН, чтобы их разгонять, как это было 10 лет назад, когда были праворульные волнения, да, вот, что еще, власть проверила, как она может вести себя в кризисных ситуациях такого рода, которые, наверное, еще предстоят, с учетом пенсионной реформы и других непопулярных мер, тоже, наверное, она справилась, да, и сама ситуация, когда, собственно, тоже шлется сигнал, там, честный, нечестный, правда это или нет, но вот Панфилова же говорит, что, кто будет вбрасывать, тех будем, собственно, уничтожать, ну, окей, ее, наверное, услышали в том числе. Ну, неправда, они же говорят, не будем трогать учителей в комиссиях, давайте попробуем найти, кто там дал такие распоряжения и их накажет, а учителей трогать не будем. А вы считаете, нужно трогать учителей? Я тоже не знаю, на самом деле. Не мое особое мнение, я бы сказал, конечно, нужно, но это ваше. всех учителей придут, не думают, только тех, кто подбрасывает голоса. Только нечестный. Так вот этих придут, другие, которые будут брасывать голоса. Сколько процентов учителей, всех, да, российских, у нас заседает в ВОК, я думаю, гигантский процент, каждая вторая учительница хоть раз вбрасывала бюллетени. Ну, давайте, мне кажется, какая-то, опять же, русофобская позиция, Олег, я просто был членом участковой избирательной комиссии несколько лет, и у меня там были учителя. Ни одна ничего не убросила. Хорошие добрые. Ладно, я могу быть неправ действительно, поскольку не был членом комиссии, но, по крайней мере, всю жизнь считал, что... Нет, это правда, конечно, есть такие комиссии, но, как мне кажется, если накажут конкретных учителей и об этом всем расскажут, то в следующий раз учителя будут думать, вбрасывать или нет. Ну, на самом деле, если бы я был, опять же, не знаю кем, Кириенко, я бы вообще предложил придумать учителя, чтобы никого всерьез не сажать. Просто там Иван Иванович Иванов вот расстрелян за нарушение на выборах, пускай все знают. Да, ну, нет, на самом деле, понятно, что не в учителях дело, и, конечно, не их нужно наказывать. Все люди превращаются в чудовищ только под воздействием внешних воздействий. Если бы не была, извините, опасная тема Ленинградская блокада, наверное, очень многие люди в этом городе не узнали бы о себе, что они способны есть других людей, допустим. Олег, тем не менее, вот смотрите, власть имеет определенные плюсы. Она проверила, какой потенциал протестный, поняла, что, оказывается, можно отменить итоги выборов, и никто не выйдет и ничего не скажет. Но, тем не менее, этот самый слоган «Там, где Путин, там победа» больше не работает. И, как сказал бы, не знаю, условный профессор Соловей или кто-нибудь еще из политологов, это свидетельствует о начале транзитного периода передачи власти, когда... Вот тоже вопрос, на самом деле, давайте как психологи рассуждать, на самого Путина это действует? Как вы думаете, что он поддержал Тарасенко, а народ не поддержал? Или Путин это проигнорировал? Или он об этом не думает? Или он об этом вообще не знает, сидя у себя там на облаке в Сочи или где-то на Алтае? Ну, потому что как минимум знает. Вот, ну, ну, как минимум знает, что он думает. Он впадает в панику, плачет, растерян. Я думаю, нет, я думаю, как бы он думает, ага, вот здесь есть набор каких-то виновников, пучков, да. Там он, наверное, думает, что здесь я просто не доработал. Вот и все. А вот он может думать, что не доработал. Вы слушайте, мы видели губернатора Владимирского, Орлову, которой какие-то умные люди написали, да, что я думаю, я не доработал. И вот она со своим лицом и своим голосом говорит, да, наверное, чего-то не учла. И мы понимаем, что она так не думает на самом деле. И что она прекрасна, да, а народ подвел. Уверен, что и Путин думает, что там Пучков подвел, там еще кто-то подвел. Ради бога, да, вот Пучкова накажет. Ну вот, значит, он где-то не доработал, раз Пучков там, но это же все равно все зацикливается на нем, к сожалению. На Путине? Конечно. Да, конечно, потому что Россия, это Путин, Володин сказал там еще пару лет назад, так и есть, конечно же. Тем не менее, это значит что-то или не значит? Вот то, что впервые публично не сработала поддержка президента, это важная веха или это проходное событие? Это может быть использовано, опять же, людьми во власти, которые считают, что надо там, не знаю, закручивать гайки, всех сажать, на всех давить. И там что-то сейчас делается неправильно, это может быть использовано для давления на Путина. В случае, извиняя, самого Путина, я уверен, что ничего страшного не случилось. Тем не менее, вот Ирина не даст мне соврать, если все эти события, выборы, Солсбери, Золотова, собрать воедино, большинство наших экспертов, если не в эфире, то вне эфира говорят, вертикаль, если не качается, то, по крайней мере, вибрирует. Я тоже считаю, что началось, но опять же, слушайте, мы живем, если считать, с началом прихода Путина 19 лет, при этой власти, и что-то вертикаль качается, качается, и первые, не знаю, политологические комментарии на тему того, что сейчас все рухнет, они относятся, не знаю, к 2000 году, допустим, к Курску. И что-то никак все не рушится. И здесь я призываю как раз не думать, что эта власть состоит из идиотов. Нет, она не состоит из идиотов, потому что идиоты не могли бы удерживаться у власти столько лет. Если вы умнее их, почему вы не побеждаете? Тогда страна состоит из идиотов, получается. Страна прекрасная, как мы уже обсуждали, великий народ, великая культура, все великое, но при этом действительно лучшие идиоты, ничего страшного. Лучшие идиотов, из хитрейших, хитрейшие из хитрейших, мудрейшие из мудрейших, в естественном отборе пришли к власти и удерживают ее, и будут удерживать ее еще веками. Олег, тем не менее, выборы еще есть в России? Я говорил в первой части, что выборы всерьез закончились в 90-м году. А что это тогда было? Сейчас это уже такая давняя... Четыре региона. Четыре региона. Примучка к аргокультам. Нет, это можно называть каким-то соцопросом в условиях, приближенных к боевым. Это можно считать потешными учениями, чем угодно. Но говорить о смене власти по итогам выборов в России по причине ее такого устройства политического, заложенного 25 лет назад, невозможно. Власть в России по итогам выборов измиться не может. По-моему, это неоднократно доказано. Помнишь, Ирина, у нас был президент Медведев. Был президент Медведев. Он же сменил президента Путина. А вчера, если вы видели в Фейсбуке, была удивительная дискуссия у всех... Да, об этом мы с тобой хотели сейчас поговорить. Все ты знаешь, Олег. Скажи, тебе есть за что сказать спасибо Дмитрию Медведеву? А вот как раз она приводила журналисту Азару пример, да, что ты же работал при Медведеве в хорошем издании. Спасибо Медведеву за ленту. Да. Да, и Азар сказал, а разве надо было говорить спасибо Медведеву? А Тимаков говорит, а подумай, да. И я подумал уже давно. И вот над этим подумай, нужно еще подумать, да. Тот уровень свободы, который был в конце волевых, он, конечно, сегодня непредставим. И я, наверное, уже такой человек в этом смысле прошлого. В том смысле, что, да, я понимаю, что там хочу, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя уже все было. Да, здесь как раз, да. Хороший был период, клевый, будем вспоминать его с удовольствием, там, включая и победу над Грузией, и доллар по 30, что-то еще было. И чемпионат Европы по футболу. Да, 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 с фидингом. Но тоже, да, вот как бы Медведев был президентом. Понятно, что цыплят считают по осени и уже задним числом Медведев вычеркнуто с памяти. И, конечно, 8-12 год войдет в историю как эпоха Путина. Хотя это не совсем так. Это была все-таки развилка, наверное. Тем не менее, есть за что говорить спасибо? Да, конечно, есть за что говорить спасибо. То есть вот за, да, элементарно за, как, от стен Кремля обычно веет могильным холодом, а при Медведеве чуть-чуть этот холод стал как-то теплее и человечнее. А это же, на самом деле, человеку, любому человеку, гражданину не так много надо в жизни. А почему так много писали средства массовой информации о том, что у Медведева меняется пресс-секретарь? Ведь уходит всего лишь пресс-секретарь. Ну, в общем, да? Да, просто это такая, как бы, как сказать, ну, извините, во-первых, у нас пиарократия, да, в этом смысле, у нас есть Песков, мегафигура тоже, как бы, то есть, если попросить людей на улице, кто у нас влазит, Песков будет, там, не знаю, в пятерке людей, которых вспомнят, его, как бы, все знают, да? А у нас был Маркин в Следственном комитете, тоже звезда, у нас есть Коношенков в Министерстве обороны, есть Ирина Волк, есть вот такие люди, вот все знаем. Мария Захарова, по-моему, не знаю. Мария Захарова, конечно, буквально, Мария Захарова я не приметил, да, безусловно. Плюс к тому, извините, мы говорим о команде Медведева, из кого она состояла, да, из одной Тимаковой, поэтому, конечно, там, сто процентов команды Медведева ушло, конечно, это новость. То, что она уходит, это тоже примета времени? Да, конечно, конечно. А это та же примета, что Маргарита Симонян вдруг тоже дистанцируется от потенциальных отравителей? Ну, вот, опять же, я считал статью Быкова на тему того, что хитрая Симонян дистанцируется, я не думаю, что она дистанцируется, она как раз, наверное, то есть мы не знаем, как бы, насколько ей это навязали, или она сама просилась на это интервью, но здесь она, по крайней мере, поучаствовала, и это, конечно, ничего не дистанцируется, она, конечно, автор вот этого, шоуавтор этого скандала с Петровым Башировым. Вот, а уход Тимаковой, ну, слушайте, одно дело, ты действительно, вот, идеолог, там, условного либерального добра, системно-либерального добра, каким она была в конце нулевых, там, и с точки зрения врагов, когда там движение наше ее мочило всячески, допустим, да, и там сурковские какие-то люди, и с точки зрения друзей, или ты пресс-секретарь, премьера которого нет, который исчезает там неделями, который уже ни на что не претендует. Наверное, такая депрессивная ситуация, и на месте Тимаковой, думаю, все бы мы ушли, и я, и вы. Амбиции страдают тут уже, наверное. Да, то есть, если их некуда приложить, наверное, это грустно, да, то есть, ну, мне тоже бывает грустно, когда мне некуда их приложить, а сейчас все больше и больше такое время. Еще одна тема большая, о которой хочется успеть поговорить, это сбитый в Сирии самолет, причем сбитый своими же, да, по большому счету. Как это видится, опять же, из Лондона, и, самое главное, тот антисемитизм телевизионный, который вдруг на какое-то время возник, он не испугал Олега Кашина? Ну, слушайте, антисемитизм, я смотрел Соловьева, Я подумал, вы вспомните свои статьи начала 2000-х, и... А, что там было? Я был антисемитом? Вы, в общем, признавались в этом, да. А, нет, ну, слушайте, тоже... Что за некоторые статьи стыдно с точки зрения как раз антисемитских каких-то вещей. Ну, каждый человек, если вы не были фашистом в юности, у вас нет сердца, да. А, смотрите, нет, просто... Я смотрел Соловьева, просто телевидение, и там как раз, поскольку мы знаем и Соловьев, его позицию там религиозно-культурную, политическую, его там всякие эти гости такого же рода, они все ругали Иран как раз. Но тоже, это же была динамика, вот в тот день, и тоже к моей мутной и несерьезной теории про заговор. Извините, вообще-то с утра Шайгу своим этим лютым довольно заявлением антиизраильским ничуть не объявил буквально войну вот в той стране, лидер которой Нитаньяху 9 мая шел с Путиным на бессмертном полке. И только в обед Путин сказал, что это стечение обстоятельств. То есть, или без ведома Путина, и вопреки Путину, человеку, в полномочиях которого в общем нет ничего внешнеполитического, он не уверен, что вообще имеет право на такие заявления, Шайгу, вдруг как бы выступил как такой мегаястреб, и Путину пришлось его с оговоркой, что, конечно, заявление было согласовано со мной дезавуировать. Это похоже, извините, на 2011 год тот же, когда, помните, были разные позиции Путина и Медведева по Ливии, и все говорили о расколе тандема. И сейчас мы тоже видим раскол тандема, но какой теперь тандем? Путин-Шайгу. Оказывается, да, оказывается вот так. И что это значит? Хунта? Хунта. Вы все в одну теорию сводите. Тем не менее, сама ситуация, насколько, в общем, она получилась, насколько реакция телевизионная получилась адекватной, потому что, ну, откровенно говоря, сбит самолет. Погибли наши люди. Да, сбит самолет, погибли наши люди. А условный КВН до сих пор идет. Ой, ну, слушайте, это у нас как раз же тоже, понимаете, война, любая война за последние годы как раз при Шайгу превратилась в такое, как сказать, не в то, от чего плачут и боятся. Тоже пару лет назад меня поразила реклама DHL, если помните, ну, курьерская служба, когда человек в военной форме приносит посылочку в 23 февраля подарок. И, извините, это же вот культурный поворот, потому что военный с ящиком, который стучится к вам в дом, всегда это была ассоциация, что это принес цинковый жених, приехал, да, из Афганистана. Вот. А тут праздник, подарок и так далее. Что такое сейчас армия, что такое сейчас война? Это красивая картинка с ракетами, которые или в путинском этом послании, или просто в сюжетах, когда из Каспийского моря ракета красиво летит куда-то в Сирию, да, и все радуются. И это одежда фирмы «Армия России», ее любят. Гигантские военные учения. Да, приятное, клевое, да, давайте вот посмотрим, как это здорово, вот сейчас наша ракета полетит и всех к чертям убьет. Такого не было же никогда вообще. То есть, действительно, это ближайший пример, предвоенный период в Советском Союзе, когда был культ Ворошилова и был культ Красной Армии, которая действительно тоже сейчас всех убьет. Это тоже очень мрачный. Тем не менее, Олег, сегодня Сирия, Сирия это символ того, какие мы мощные, или Сирия символ того, какие мы слабые? Сирия символ, конечно, с этой гламурной, глянцевой войны, которую наши бравые парни ведут так же, как, я думаю, на многих, опять же, в российской пиар-индустрии повлиял 91-й год, первая красивая война Запада, да, в Персидском заливе, когда ЧНН, да, и на фоне заходящего на пустыне и солнце бравые парни, значит, в этих каких-то кибернетических костюмах уходят в закат, да. Я думаю, наши хотели так же и наши сделали в итоге так же. Другое дело, что это безразовственно, конечно, потому что война — это всегда грязь, кровь и ужас. Вот, но, по крайней мере, так и есть, да. Сегодня образ войны, медийный образ войны, он очень позитивный по отношению к войне. И то, что, да, люди погибли, 15 человек, это типа, ну, вот такая неизбежная потеря. Да, жалко, но, как писал Семистокл, да, мы погибли бы, если бы не погибали. Следующий вопрос и тебе, и Ирине одновременно, потому что вчера Путин выступил как друг всех женщин. А насколько он произвел впечатление? Слушайте, на самом деле, как раз этот советский, феминизм, а, конечно, то, что сейчас официальная Россия делает по женской линии, это советский феминизм, тем более главная феминистка у нас Валентина Ивановна, да, Матвиенко, ветеран комсомола, да. Мне советский феминизм нравится больше, чем феминизм западный нынешний, довольно тоталитарный, и поэтому здесь как раз я ничего не могу сказать против этой путинской веселинки. Это феминизм. Отлично. Ну, да, да, ну, слушайте, ну, чего уж там, потому что все-таки это жестковато. Ирина, ты феминизм это тоталитарное или советское? Мне в принципе не нравится, поэтому я, Владимир Путин, мне тоже не очень симпатичен, поэтому я даже аутер. развернуть свою речь, мы всю жизнь привыкли, и, в общем, не было оснований сомневаться, да, что с запада приходит к нам правда, да, и вот то, что мы переведем там с английского языка, то и будет истинное, да. А этот перевод обратный, он не учитывает нашу конкретную специфическую практику. Это и с церковью, и с религией не раз сыграло, когда вот мы считаем сегодня, что интеллектуал должен быть против православия, не учитывая период, когда, извините, интеллектуал должен был быть за православие весь советский период, на самом деле, да. Вот, то же самое с женщинами. Феминистские западные боролись за равные права, зарплату избирательного права и так далее. Все это им дали большие, у нас, женщинам в России, дали большевики в 17-м году, и нашим феминизмом в конце советской эпохи, извините, была борьба женщины за право быть телкой, да, за право делать маникюр, спать до обеда. И ходить в штанах, все, Олег, вышло наше время. Да, да, да. Спасибо большое. В наше время, в смысле, старое. Абсолютно точно, да. Тоталитарный феминизм побеждает. Всем пока. Это был Олег Кашин. Спасибо.